Хайо, гей, с вами Шмики. Короче, смотрите, мы проходим дальше, точнее заканчиваем игру под названием Ghostbusters, если вдруг серия будет короткая, я объединю её просто с прошлой. Да и всё. Что у нас тут есть? Во-первых, все призраки вышли на свободу, как вы поняли. Опять. У нас тут диско-штаны танцуют. О, призрачный унитаз. О, нифига себе. А, эти штаны меня проследуют. Как вот в фильме, помните, было? Так, Катя дышит. Что ещё можно тут найти? Миска, миска, миска. Сейчас наверх поднимемся, посмотрим. И пойдём. Монать я скользю как. Ой, это же чумная эта. Банка. Машинка. Тосты, которые не делаются. О, борода. Летает. Маска. Ладненько, поехали. А то я могу так удлинять и удлинять. Ладненько, поехали. Ладно, полетели. Ни за что не стал бы бегать, в панике, как идиот. Иначе, что за забава? Кто-нибудь знает, где искать Элиссу и Пекка? Ну, конечно, конечно, все смотрят на новичка, что он оружием не может пользоваться, когда уже конец игры. Но мы почему-то решили подпалить дерево, и все на нас такие посмотрели. Идиот. Как-то это странновато. Кажется, нам не обойтись без супер-ловушки. Представляю, какая сила брет Пекка. Значит, нам понадобится Экта-1. Я поведу. Может, пусть новичок попробует? Нет. Спасибо, Уинстон. Есть идеи? А, Кадди довольно шустрый, даже с противным ранцем весом. Ай! Это было... Ай! Как больно! Посмотри на той стороне и попробуй открыть для нас врата. Ай! Окей! Ай! Вау! Что это Вы только посмотрите, какая над этой башней торнадо. Помните, когда в последний раз были такие атмосферные явления? Точно. Уданый Бартер в ночь, когда она превратилась в собаку. Да, это я тоже помню. Это каменный бюст нельзя. Светящийся бюст Моша. Фридрик Дэд Мош был проклятым пронырой и всегда во что-то ввязывался. Его бюст высеченный итальянским гением Марсапоне в 1734 году. Точно такой же. Подожди. А мне улучшения хоть какие-то новые дали? Потому что денег у меня оттуда хера. Короче, я понял. О, да. Прикольно. Вообще не страшно. Ни разу не страшно. Ой, короче, идемте. Я что-то не могу понять. Мы закрыли вандала. Почему это не помогло? В горизонтатском кодексе указано, что для вызова разрушительной силы необходимы ритуалы жертвоприношения. И огромное количество призрачной энергии. Разрушительной силы? Еще одной? Возможно, Пек не успел вытянуть нужное количество энергии из узлов помана, потому что мы его тогда... Энергия сбежала от нас, призрака будет достаточно, чтобы открыть портал. Да, а раз Илоса находился здесь... Дичко. Дичко. Все, взорву вчера. Кто знает, вдруг призраки, те, которые здесь будут, могут метать эти плиты. Так ведь? Так ведь. Либо мне постучали, либо показалось. Окей, что-то оттуда все-таки вышло. Окей. А, смотрите. А знаки показывают, куда мне идти, как я понимаю. Так, я понимаю. Так, я понимаю. А, не суть. Ха-ха-ха-ха-ха. Я понимаю лишь одно. Это было неприемливо. Так, а зеленые были уже, да? Бошки. Рип. Стеклянный сувенир кружки и шарик охотников. Кружка и шары охотников. В 1989 году охотники за провидений получили эту кружку и шар, как награду за службу во время этапа возвращения в своей карьере. Предположительно, один из сбежавших из хранилища призраков схватил их и доставил на кладбище Центрального парка. Даже призракам иногда нравится прихватывать с собой сувениры. Мэх. Понимаете, все начало из того, что мне нужно было просто открыть ебучие ворота. В конце это у нас все переросло. То, что мы всклепим. Одни. Без кого-то. Хотя, когда я запускался, ребят, больше уровней не было. Все уровни были показаны. Хотя, может быть, я не знаю, сколько их всего было. Звучит меня. Охуй, призраки. Духи. Мы охотники за привидениями. Чего мы... Землетрясение, здорово. Что дальше? Чима, мор или смерть? Держу парень. Что третье? Держу парень, что тут пиздец темно. Что тут пиздец, как темно? Пиздец. Держи парень. Почему здесь так темно? Прибавь скорость дружище да не торчащий нам здесь в подня вы конечно молодцы а мне как я понял чем там обратно возвращаться таким же путем ты в порядке шеребец нашел способ открыть ворота я нашел купидона который мне не очень по душе ну чувствую что это он именно а он тут не один он тут не один оказывается стоп а я же могу сделать вот так нет так а теперь готовим свой очко с битвой можно было просто стену сломать здесь нет вот можно было пролезть просто пойду со стажером и здесь никогда не стоит бродить в одиночестве мы встретимся тут чуточку позже вот тогда почему мы не могли я не мог пролезть готовься приятель далеко не уходи купидоны здесь не просто так стоит для красоты и они выглядят еще большими ну когда не один ну а ты ты видел кто там ходит я видел я не по душе что мы здесь и всегда будет не по душе то что мы здесь так пока что просто иди за мной а я мусора видел а это даже не мусор это зомби ты их тоже заметил они думают что мы их не видим рассредоточиться и окружаем их могильные твари шокер чаще всего встречаются на кладбище и другие захоронениях могильные твари это существа с полосознанием и полу половиной ощущения которые черепают свои силы и злобного и это антиобщественного поведения в ненависти и гневе не самый ужасающий или коварный боец средняя могильная тварь компенсирует свою простую природу высоким объемом занимая и контролируя скелеты и тела эти опасные существа доказывают что живые мертвецы представляют собой не только продукты воспаленных разумом или пугающий жанров кино и книг стоп это печка кладбищеский ползун так бозоны дротики кладбищеские ползуны близко родственники оживляющих паразита как и другие падальщики подражатели в класса второго они представляют собой роль маленьких духов оживляющие надгробия и другие могильные памятники поскольку кладбищенские ползуны в основном состоят из камня они более устойчивы к урону чем типичные для класса второго создания и это еще одна причина того почему лучше проводить на кладбищах с одержимыми приземниками как можно меньше времени еще еще стоп 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 я тут я тут я тут я это нагляд Я сейчас сдохну. Тихо. Открыться. 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 А я все равно не знаю. Давай, 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 давай. Ты натуральный. Отлично. Открыться. 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 Короче, у нас тут три вида врагов. И на каждого свои снаряды. так вопрос куда идти то что-то как-то не очень пойму а мраморная голова всплыхающий кричит голова ангела эта статуя первоначально обитала среди многих других фанатов на фонтаном на тихой площадке рядом с понты веке а согласно историям в 1943 году во время второй мировой войны отряд фашистов зверски разделались женщиной и ее маленьким детям когда один из малышей упал его голову ударилась а фонтан и он умер мгновенно херувимы фонтаном в тот же момент приобрет пробудились и и в к жизни издавая плач и стоны упавшего перки или дучи перки они так и не остановились и продолжали свои громкие причитания так что фонтаном пришлось уничтожить при помощи взрывчаткой каменную голову забрали с собой крестьяне и прятали ее в в глубоком колодце пока муссоли и не был свержен в этот самый момент голова прекратила свой плащ так нам сюда странный просто странный мусска просто а а а а а а а а так культ из призывателя слабое место не зоны коллайдер некогда мелкие лидеры в культе шандора эти восставшие культисты сейчас являются частью паранормальные в орден слух похоже что они занимают более высокое положение по отношению к другим культистам поэтому как подчиняет воле шандора это не то Да сука Где он? Я не понимаю, что его убивать А, все, понял Продолжение следует 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 Зачем так пугать? это ключ мой тяжелый одному не унести это чего до врат попробуй пройти а дверь склеп открыть но это мы его видели когда мы заходили сюда так могильный монстр это слабый шокер могильные монстры это создание состоящий из оживленных обломков кладбища держимы адским пламенем и движимы ненавистью ко всему живому медленный но исключительно мощность существа победить мгновенно монстров непросто собранный им кладбищенский камень и обеспечивая дополнительный слой защиты что позволяет ему выдерживать намного больше урона так что такой шок вообще начну с этого луч шокер ага синенькая тихо что-то вау что-то вау вау Ага. Поехали! О, теперь я понял. Одно в голове не укладывается. Если бы уродитель импульса вызвал газ обратно в наш мир, почему он не использовал более эффективную разрушительную силу? Я имею в виду, зефирного человека, конечно, пугает, но для чего, чтобы... Все просто, когда он вошел в нашу среду существования, то мог принять только... Наш разрушитель приносит форму Бога. Мне это нравится. Похоже, в действующие это существо просматривается. Значит, я выбрал не только уж похоже на разрушение, верно? Чё? Так, окей, мы куда-то прибыли. А, это все еще... Смотри, все остались только кожей. Ну, в принципе, да, ладно. Это же не тот центральный парк, я использую. Бумажечки. Давайте, думаю, на этом все закончим, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вдруг там будет коротко, я объединил. Поэтому всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok